Я тоже не ожидал, на самом деле, что вообще будет арена. Тарков в плане ПВП возведен в абсолют. Мэджик, иди там пельмени там свари. Ну, тренер может сказать, там, малой. Своих ровесников или даже, может быть, года на два постарше вообще в Таркове не видел. Я, конечно, режимчик вот такой вот. Ложиться в пять, вставать в час. Месяц без кофе или месяц без Таркова? Абдалбос два. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс Итс или Яндекс Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр Закрыги-Думенко и сегодня мы здесь собрались в очередной раз не просто так. Дело в том, что слева от меня сидят замечательные ребята. Новый состав подписанной командой Virtus.pro по новой киберспортивной игре. Это Escape from Tarkov Arena. Если вы хотите меня спросить, что это такое, мы здесь собрались, чтобы в этом разобраться. Потому что парни уже едут совсем скоро на турнир играть на 100 тысяч евро. Это все-таки немалые деньги, большие деньги. Поэтому сегодня поговорим. Ребята, рад вас приветствовать. Давайте с вами познакомимся. Для начала я хочу, чтобы вы немножко представились, как вы вообще оказались именно здесь, на этом месте, подписанными ребятами из команды Virtus.pro. До этого я играл тоже в команде, в организации Virtus.pro, в Rainbow Six. Вот сейчас перекатился в арену, так сказать. Еду на турнир, буду показывать, чего я достиг в Tarkov. Начал играть в Tarkov, наверное, года 4 назад. И вообще не думал, что буду сидеть сейчас тут. Поэтому все собрали. Раск, вот как раз ты сказал про Rainbow Six. Расскажи, ты совершенно недавно перешел. Насколько для тебя это было неожиданностью, что ты вот вроде играл-играл в Rainbow Six. И вообще в целом, вот про этот небольшой этап твоей жизни, что ты был не так давно в составе Virtus.pro в Rainbow Six. Сейчас ты в совершенно новой киберспортивной дисциплине, в составе как раз арены Tarkov. Ну, я тоже не ожидал, на самом деле, что вообще будет арена. Я слышал, что там анонс, что-то будет когда-то, но конкретных дат не слышал. Но вот объявили, что нас там пригласили на тест, мы там посмотрели на нее, то есть уже совсем скоро. Поиграли, понравилось, ну и, собственно, я здесь. А вот как конкретно произошло? Ты же, наверное, не догадывался, что ты будешь в другую игру играть? Ну, в каком-то моменте что-то случилось? Ну, в моменте просто начал играть в Tarkov, вроде как-то проникся им, не знаю, вроде хорошо даже. По моему субъективному мнению получается. Поэтому почему бы не попробовать, так сказать, влететь в новую дисциплину, в развивающуюся, так сказать, посмотреть, чего она добьется, как вообще будет тут строиться инфраструктура арены. Как ты думаешь, есть потенциал стать игрой такой же, как Rainbow Six, а то и опередить? Да, потенциал, конечно, всегда есть. Когда что-то новое зарождается, оно может нормально выстроить. Главное, как и разработчики, и игроки, все взаимосвязаны, как они будут развивать игру. И, естественно, ну Rainbow Six, я думаю, несложно будет переплюнуть тут. Но в плане какого-нибудь КСа достичь, это уже, конечно, надо очень сильно постараться будет. Посмотрим. Мэджик, ты стараешься очень сильно, стримишь достаточно часто, делаешь различный интересный контент для своего YouTube-канала. Расскажи, как у тебя происходит этот процесс и какие на данный момент ты считаешь основные достижения в этом плане для себя? По поводу YouTube пока такое. Ну, там у меня есть пару видео, там может быть 4-5. Буду в дальнейшем активно это все продвигать. А по поводу стримов, да, стримили очень часто. Сейчас, может быть, чуть реже стал, потому что началась учеба, но в Тарков играть все равно много. А вот летом супер много стримил. Как мы тебя можем найти на YouTube-канале, чтобы посмотреть? Какой у тебя график стримов? График стримов? Ну, сейчас точно 4-5 стримов, я думаю, в неделю. Может быть, чуть-чуть меньше, но в целом да. Но когда больше свободного времени, вот условно сейчас перед турниром, я думаю, будет очень много стримов. Будем очень много играть. А тебе вы 17 лет, тебе 24. У вас 6 лет разницы, и все-таки можно сказать, что есть какая-то такая небольшой гэп между вами. Раз, как по-твоему, есть ли этот гэп? Или вообще, в принципе, не важно, вы находитесь плюс-минус на одном общении, уровень общения, все хорошо? Да, мне кажется, все в тусовке вот этой вот около киберспорта и гейминга у них гэп не чувствуется. Ну, по крайней мере, у нас просто люди, мне кажется, может, чем-то похожи, так сказать. Ну, и, естественно, когда собирали команду, пытались найти сразу какую-то взаимосвязь, контакт, чтобы было просто общаться, а не какие-то там были барьеры, вот эти вот невидимые преграды. Поэтому вроде бы, не знаю, гэпа не чувствуется. Согласен с Раском в плане того, что никакой разницы. Как бы нету в плане общения. Когда мы только начинали вот собирать состав, мы очень сильно смачились, грубо говоря, с парнями. И очень комфортно, правда, очень комфортно с ними общаться и взаимодействовать. То есть нет такого, что там они о чем-то говорят, деды разговаривают, там о чем-то, да? Нет, такого точно нет. Все в одном плане классно. Отлично. Давайте немножко поговорим про Тарков-арену. Собственно, я хочу, чтобы вы, как на правах профессиональных игроков, нам рассказали, что это такое. Вот у нас зрители сидят, там, грубо говоря, я, который не очень сильно понимает, что происходит прямо здесь сейчас, да? И что у нас будет впереди с этим Тарков-арена. Вот что такое Тарков-арена? Какой формат? Что нужно сделать, чтобы оказаться победителем в этой игре? Расскажи. Вот принцип именно главный. Ну, тут сложно просто, как вот, объяснить, я бы так сказал. Если вот ты играл в Тарков, у тебя сразу есть представление, что это за игра, потому что она, ну, как сказать, самородок, образно говоря, она вообще не похожа ни на что, ну, из нынешних, так сказать, игр. И поэтому, если вот именно говорить для людей, которые хотя бы видели Тарков, там, хоть раз заходили, то это просто вот у вас две стороны, примерно одинаковые, как бы, и по респам, и по всему, то есть у вас цель — захват точки. Вы играете, там, раунд две минуты длится, вам нужно, ну, через минуту появляется точка, как бы, кто ее захватит, там, 10 секунд, помню, захватили, ну, около того, кто ее захватит, тот выиграл, собственно. Поэтому примерно вот такой вот. Ну, какой-то новый, можно сказать, жанр, что ли, в киберспорте, потому что захват точки я что-то нигде не припомню. Захват точки? Ну, это если как посмотреть, да, с какой стороны. Ну, как захват флага, ну, такого... Ну, захват флага тоже, его нигде нет. Можно ли это сказать, что это как бомбу плантишь? Ну, нет, наоборот, вот как раз бомба, потому что у тебя есть как минимум вот защищающийся, и если ты в атаке, тебе нужно заплантить бомбу, потом ее дефать, а тут ты захватил точку, все, игра закончилась, ты сразу же выиграл раунд. И ты, получается, чтобы там захватить, нужно какое-то время простоять, да? Да, там, 7 или 10 секунд, то есть ты должен находиться, как бы, в открытой, так сказать, местности и, ну, захватывать ее. В целом, арена — это Тарков, в плане PvP возведена в абсолют, то есть в обычном Таркове очень много PvE-моментов, и, наверное, даже, может быть, даже больше, чем PvP. И как раз-таки игроки, которые хорошо играют и жаждут от Таркова именно PvP какого-то контента, арена прям для них — это лакомый кусочек. В арене все будет происходить супербыстро, в отличие от Таркова, будут маленькие локации, ну, и в целом все будет супердинамично, потому что в Таркове динамики, ну, на самом деле, реально мало. Там больше поултать гайки, там вот такое вот все, поуполнять квесты и так далее. А вы уже поиграли, да, немножко вот в арену? Ну да, да. И как вообще? В целом то, что я как раз-таки ждал. Вот от арены в плане того, что супер все динамично, как я уже сказал, происходит все быстро, режим в целом новый для киберспорта, но приемлемый. Есть какие-то мысли, что сейчас будет в топе, может быть, не знаю, какая там метовая будет пушечка, или там на какой карте будут больше играть, или еще что-то? Пока на самом деле мысли об этом нет, потому что, я думаю, карты еще будут балансироваться со временем. Там, получается, не как оружие, как, условно говоря, в CSGO ты закупаешься, там именно пресеты. Пресеты оружия плюс броня и так далее. Это немного разные вещи. И пока что метовые какие-то шмотки очень сложно определить. Надо больше играть. У вас будет время успеть до турнира поиграть еще? Да. Раск, по-твойму, что вот будет сейчас главным ключом в том, чтобы доминировать в арене на первое время? Когда еще сильно не успели все поиграть, то есть который турнир, по сути, даже чуть-чуть просто пощупать, да, игру, и вы уже играете в турнир на 100 тысяч евро. То есть это очень такой интересный формат. Какой основной ключ будет в доминации? Может, АИМ, может быть, там еще что-то? Ну, АИМ у всех киберспортсменов на уровне. Нет таких, кто там, ну, плюс-минус, я бы так сказал, потому что Тарков, он все же больше про то, как ты коммуницируешь, мне кажется, и взаимодействуешь, соответственно, с тиммейтами. Ну, у тебя кто-то, кто больше проведет времени, как бы это время не с пользой, в плане не просто будет играть бездумно там, и, ну, и все, как бы тот, кто больше, быстрее там разберет карты, найдет какие-то новые фишечки, что-то там придумает. Мне кажется, только задумки всякие, стратегии в основном. Ну, и коммуникация, самое важное. Если ты нормально коммуницируешь своим тиммейтом, ты понимаешь, что ты как бы играешь в игру не один, а у тебя еще пять тиммейтов, то, что для Таркова, для большинства, так сказать, это вообще нонсенс, они все в основном соло-игроки. Именно командный геймплей, мне кажется, очень будет жестко решать. Ну, вот вы говорите, шесть карт, да, будет в... Ну, пять, шесть, пока точно непонятно. Насколько вообще можно успеть облазить шесть карт, посмотреть, несмотря на то, что их все равно, как вы говорите, уменьшат? Мне кажется, какие-то базовые вещи ты точно можешь накинуть, что примерно, ну, тебе, мне кажется, нужно парочку страт, парочку заготовок, потому что раундов вроде там не так много, как я понимаю. И еще есть разные стороны, то есть у тебя разные спавны, ну, разные разбежки. То есть у тебя за каждую сторону, мне кажется, нужны две-три страты хотя бы накинуть на каждую карту, и ты уже можешь вполне себе показывать что-то. Потому что я уверен, что большинство будет просто играть душой. Нужно что-то придумать, так сказать, удивить. Парни, конечно же, мы сегодня еще с вами поиграем, интервью-интервью, а игры это играми все-таки. У нас с вами будет игра следующая. Вы смотрите в ноутбук, я вам показываю фрагменты чего-то, не могу сказать чего, какие-то фрагменты из игры EFT. Кто понимает, что это за фрагмент, нажимает сразу на скорость, на колокольчик, кто оказался первым, тот молодец, проигравший, получает каверзный вопрос. После всей игры, тот, кто ответил на меньшее количество вопросов, получает какое-то плохое задание. Какое? Мы увидим в конце. Я думаю, что с правилами вы примерно знакомы. Готовы, парни? Да! Поехали! Итак, первая картинка. Ну, это наушники спорт. Первый балл у нас зарабатывает. Мэжик. Ну что ж, Раск, мы к тебе идем с каверзным вопросом. Ты готов отвечать на что-то? Я готов. Ух! Прям что-то интересное. Первый вопрос для тебя. С кем из состава Virtus.pro по Rainbow Six последний раз переписывался и о чем? Покажи сообщение. По Rainbow Six? Ну, сейчас посмотрим. Ну, последний раз я переписывал с Solvice, мы играли в Rust, я ему пишу, ей, конечно, режимчик, вот такой вот, ложиться в пять, вставать в час, просто нахуй так жить. И он мне отвечает, сегодня чиним, все норм, дизель сам себя не копнет. Нормально, нормально. Ну, режимчик действительно непростой. Непростой режимчик. Отлично, Раск, спасибо. Это был первый. И у нас пока 1-0. Вот что это за наушники? Мне, как человеку, который немножко далек от EFT, вот нужны они вообще в мете? Ну, в игре в целом есть разные наушники, там сколько их, ну, я думаю, 5-6 видов точно есть, может, даже чуть побольше. И они, то есть без наушников в целом это играть, ну, вообще невозможно. Вот, и поэтому... Игру не слышно? Ну, да. Не так хорошо слышно, там, шаги и так далее, то есть разной дистанции. И для каждого, как бы, каждому нравятся разные наушники. А, это серьезно? Ну, то есть ты надеваешь в игре наушники, чтобы лучше слышать... Да, да. Это игровые наушники, там их много видов. Но вы особо не используете, да? Ну, вот эти? Эти. Эти. Ну, это как в реальности. То есть тоже есть наушники, эти, которые глушат звуки стрельбы, ну, и так же, типа, работают они. Я вас понял. Ну, вполне исчерпывающе. Поехали, друзья, ко второму раунду. Готовьтесь. Прямо так аккуратно, но боязно. Ну, просто какой-то клапан. Ну, на самом деле, я тоже не очень понимаю, почему это может быть. Не, ну, нет. Ну, это тяжело, наверное. Может, это офтальмоскоп? Нет. Ну, и все. Ну, давайте, давайте правильный ответ. Я вам скажу, друзья, это тактическая рукоятка танго-даун-стабби-биджи-ви-эм-кей-форти-сикс-кей. Ребятки, а я к вам иду с каверными вопросами. Мэджик, давай с тебя начнем. У вас в составе есть ребята, которые уже давно играют вместе. Чувствуешь ли ты некую дедовщину? Да нет, в целом вообще не чувствую. Как я уже говорил ранее, парни супер общительные, понимающие. Вот мы поймали один вайп в самом еще начале. И вот так и двигаемся до сих пор. У меня нет такого, что ты в дискорд заходишь, и такой, Мэджик, иди там пельмени там свари. Ну, тренер, можно сказать, там, малой. Черт, ну, прям, а так, ну, это шутка. Ну, приятно, типа. Ну, да. Нет такого, что... Ну, конечно, нет. Понятно. Ну, это хорошо. Раск, ты готов? Да. То у тебя бэкграунд проигрока в Rainbow Six. Как часто на тебя агрились ребята, пришедшие из Старкова за твои мовы в игре? Назови несколько случаев. Ну, писал мне один мужик. Там, смешной тоже какой-то стример. Или типа того. Просто добавил друзья, написал что-то там. Найс сидишь. Ну, в таком, только в более грубом формате. Ну, и все, в принципе. Особо такого ничего не было. Вам вообще? Вообще особо, да? Ну, я... Может, какие-то просто ребята писали там. Раск. Ну, из Старкова прям особо не было никакого хейта там или каких-то этих. Ну, просто бывали там ситуации. Часто просто добавляют в друзья, пишут там. Уу, ты читер. Что-то там еще. У меня просто ник еще китайский стоит. Ну, такой. С роглифом. Да не, но там есть такая площадка в Китае. Называется ху... Стриминговая. Как твич у нас. Ну, и у меня Никса. Это и плавец, так сказать, ху... Боров. И они иногда пишут. Китаец. Китаец. Ну, да. Ну, а так, не. Прямо, чтобы кто-то именно из каких-нибудь стримеров или прочих ничего такого не было. Ну, можно сказать, что хейта там много? Да, мне кажется, хейта вообще практически нет. Ну, да. Так все лайтово. Парни, а вот если да, мы немножечко говорим о тактической рукоятке танго-даунстабе BGV MK46K. Вы можете что-нибудь о ней рассказать? Что это такое? Ну, там, получается, есть разные моды в игре. Есть метовые, есть неметовые. И вот это вот одна из каких-то вообще самых неметовых ручек, что я даже не понял, что это тактическая рукоятка. Она для чего нужна вообще? Чтобы меч держать? Ну, к мечу обычно приделываешь. Не, тактическая. Удобнее. Тактическая. Ну, для тактики какой-то, да? Ну, да, да. Я вас понял, господа. Переходим к третьему. Готовы? Третий там вообще легкий. Наверное. Так. Это... А, этот... Сик-контейнер. Да, это Сик-кейс. Сик-кейс. Оба ответа Сик-кейс. Давайте посмотрим правильный ответ. Это кейс Сик. И Magic у нас оказался быстрее. 2-0 уже ведет. Magic 2-0 вообще жестко. Мы к краску идем с вопросами нашими каверзными. Если вы возьмете первый турнир по Тарков Арена, как распорядишься своей частью призовых? Положу в копилку. У меня нету планов грандиозных что-то купить или что-то куда-то потратить. Просто пока что... В обычную копилку физическую или какую-то... Да, ну, потому что вначале нужно сидеть, правильно, не думать о деньгах, потому что это только тебя развращает, раскрепощает. Ты сначала деньги как бы просто... Ты играешь, а потом уже, когда у тебя будет отпуск или, так сказать, время твое придет, ты уже начнешь отдыхать там или, так сказать, распоряжаться финансами. Ну, как мне кажется. Давайте по кейсу-то поговорим. Что это такое? Вы нам немножко пару слов скажите. Оно вообще используется больше, чем рукоятка вот этой MJVK? Нет, это очень, кстати, полезная штука. В игре есть такая тема, как подсумки, из которых не пропадает лут, когда ты погибаешь в рейде. И вот эту штуку ты туда кладешь, там очень... Она занимается в два слота, когда у тебя, допустим, в подсумке 9 слотов. Это очень мало. Ты ее открываешь, а там внутри много слотов. Сколько там? 24, по-моему? Ну, куча. Ну, там, да, куча слотов, и они нужны, чтобы там положить туда карты всякие, ключи, чтобы открывать двери. И ты экономишь место. То есть, условно говоря, у тебя 9 в подсумке, это 9 ключей. А ты можешь эту штуку засунуть, у тебя 24 будет слота. 24 слота. Полезная тема. Полезная штука. Значит, вот видите, как вы часто ее берете и быстро отгадали. Ну, хорошо, 2-0 у нас пока, и мы отправляемся к следующему квесту. Скажи, как так вышло, что у вас получается половина команды... Ну, можно сказать, да, есть микс небольшой из Rainbow Six и из Таркова непосредственно. Как так вышло, что вот собралось? Ну, выбирали прям по коммуникации особенно и как по взаимодействию... Ну, в плане по общению, мне кажется, даже больше. То, что вот если ты нашел быстро общий язык, если у вас есть какой-то общий вайп, вы как бы друг друга понимаете, можно сказать, с полуслова, то намного проще вообще строить команду, взаимодействовать. Ну, все как бы ухватывают сразу, что происходит, как бы где там нужно, образно говоря, разменять наоборот, где можно с собой пожертвовать, подставиться, чтобы твоя команда выиграла. То есть все люди как бы не эгоисты в плане команды, а то есть играют на общую цель, на победу, а не просто показать там хайлайтик, образно говоря. Ну, и то, что выбрали именно из микс, сделали такое, потому что люди опытные. Ну, вот мы, образно говоря, играли в Rainbow Six. Ну, я играл, допустим, долго там вот в АТГ еще, Ярик тоже. Ну, Ярик поменьше, конечно, но вот в АТГ тоже он там 100 лет опорник, так сказать. Он знает, как сесть и позицию свою уверенно держать. Поэтому, я думаю, он тоже как бы покажет, что он умеет. Потому что еще же есть классы в арене. То есть у тебя там 4 класса, и конкретно там есть и штурмовик, и CQB, там, наоборот, танк образно, говоря, такой. Но это еще пока непонятно, как, конечно, все будет на деле себе показывать. Но, мне кажется, задумок очень много можно придумать разных. Мэджик, а вот расскажи немножко про тиммейтов своих. Вот у тебя есть 4 друга-товарища. Вот примерно. Вы успели уже познакомиться с ними? Да, мы хорошо общаемся. Вот хочу начать с Харда. Это человек, который играл в Тарков примерно столько же, сколько и я. То есть он занимает тоже в целом только призовые места. И мы типа с ним очень реально смачились в плане того, что хорошая коммуникация была еще до того, как разговоры пошли об арене, когда мы играли просто в турниры по Таркову. Вот. И я как бы был в нем уверен. И когда мы начали, вообще дело зашло о составе каком-то для арены, когда мы только начинали играть с парнями, я знал, что это киберспортмены из другой дисциплины. Знал то, что у них очень хорошая коммуникация. И мне вот было реально интересно посмотреть на то, как они общаются, как они взаимодействуют в игровых каких-то моментах. И даже каким-то моментом я научился и до сих пор учусь. И очень приятно с ними взаимодействовать. Мы летом уже, образно говоря, начали, так сказать, смотреть на игроков. Ну вот в АТГ мы с ним играли в одной команде, с Яриком тоже, вот с Кириллом и с Витей, с Хардом. Мы только вот летом познакомились, образно говоря. Ну и сразу как бы ты находишь общий язык. То есть ты начинаешь общаться, ты понимаешь, вот спустя пару, я не знаю, разговоров, день-два, то, что с человеком легко общаться, легко взаимодействовать. То есть он простой, открытый, как бы ничего, никаких, там нету вот этих лишних загонов, там какого-то этого лишнего ЧСВ, которое очень много у игроков присутствует, с которыми ты, ну ты находишься, образно говоря, в Дискорде полчаса и понимаешь, что как бы мне отсюда просто вылететь пулей, я не знаю. И поэтому, да, все очень легко прошло. Ну и тренер еще у нас есть. Мы тоже поговорим, да. Слушай, а вот как раз по поводу того, что вы играли в Rainbow Six вместе, это дает какой-то дополнительный буст вам, то, что вы сейчас играете в Тарков? Ну вот то, что мы играли, допустим, с Яриком, с ВТГ, ну вот если с парнями мы в арену еще как бы не поиграли, ну представление есть, как они играют, естественно, но нету прям полной картины, я бы так сказал. То есть если я знаю, образно говоря, в ВТГ все, потому что мы с ним очень долго играли, а Ярике так же, то, что, ну, образно, там его слабые, сильные стороны, где он, как бы, ну, в какие позиции, там, образно говоря, что ему там нужно делать, если ты, допустим, я понимаю, что вот ВТГ это, ну, идеальный опорник, он может, там, держать, там, жестко, там, позиции, то есть отыгрывать клатч хорошо и прочее, Ярик хорошо, типа, и вот он, как, образно говоря, передовой боец, то, что он вот может лететь и сносить колпаки, так сказать, вот примерно, ну, как-то поэтому проще намного, конечно, коммуницировать. Ну, и с пацанами так же, то, что они просто сильные, по ним видно, у них механика, все, они понимают прекрасно в игре, как вот, и коммуницируют у них, ну, потому что они играли кучу турниров, уже очень сильно налажена коммуникация между собой, но и вообще в команде они понимают, как играть. Наверное, можно этот вопрос чуть, там, через месяц задать, но все-таки вот если мы на данный момент спрашиваем, что было лучше и приятнее сердечку, Rainbow Six или Тарков? Ну, Rainbow Six был вначале прикольно, но под конец уже было, я, мне кажется, эмоционально и вообще физически просто выгорел от него, ну, до нереальных, так сказать, пределов. Нужен был какой-то перерыв срочно, внутривенный. Сейчас, так сказать, с новыми силами, мне кажется, не знаю, посмотрим, как будет, пока что не могу сказать про Тарков. Ну, Rainbow Six тоже было прикольно, я ничего не говорю, хорошая, как бы, дисциплина, но как будто со временем она начала, что ли, утихать, я не знаю, ну, или во мне, может быть, так запал, так сказать, потух. Запал пропал. Ну, да. Вы обсуждали вот именно какие-то планы игры, как вы там будете больше играть, то есть нам от вас ждать какой-то агрессивный стиль, возможно, или вам больше нравится играть спокойненько, как-нибудь аккуратненько? Ну, в целом всей нашей команде, я думаю, нравится агрессивный стиль, но там уже будет зависеть от ситуации, то есть, условно говоря, если мы будем проигрывать, я думаю, ну, агрессивничать смысла нету, но на каких-то начальных раундах, условно, игры, это очень сильно может демотивировать соперника, когда мы просто там бежим и ломаем. Они не будут ждать, да? Да, 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 да. Кто у вас тренер? Magic, расскажи нам немножко, кто тренер, как тренирует. Тренер, Рейзер, Олег, лучший тренер. Очень хороший человек, на самом деле. Тренирует он хорошо, он в Тарков тоже играет довольно долго. В целом, тренировать в Таркове – это что-то новое, потому что в обычном Таркове, ну, такого как бы не было, и варенье, я думаю, это очень прикольный экспириенс будет, так как какие-то страдки он может подкидывать, и это очень, на самом деле, важно. Правда, важно. Плюс мотивирующая составляющая, то есть он хороший мотиватор. Вот. Тренер, лайк. Ну, Олег, просто я с ним знаком уже очень давно, кучу лет, я не знаю, лет пять, наверное. И в плане того, что, ну, этот человек, как душа компании из этой серии, вот он заходит в Дискорд, сразу все, начинает какие-то шуточки, рофлы, всем поднимает настроение. Ну, и как бы он тоже глубоко очень знает вообще составляющие всей киберспортивной дисциплины, насколько, когда там нужно игрока, наоборот, подбодрить, когда нужно, наоборот, мотивации какой-то дать. И именно по стратам, может быть, это, как тренер, он не всегда даже нужен, на самом деле, потому что все равно вы все команды это придумываете, у вас, ну, по крайней мере, у нас так было, что не так, что вот тренер что-то сделал, вы пришли, это быстро посмотрели. Вообще, в идеале, лучше, чтобы все, как бы, занимались стратегиями, там, что-то придумывали, потому что у каждого свое мнение, каждый что-то видит, то, что не видит другой. И, ну, поэтому по стратам, я думаю, мы все будем работать. Но вот именно как человек, который может мотивировать и помогать именно на ошибки смотреть, там, коммуникация очень сильно, он может помочь, потому что, ну, я знаю просто, что он может это сделать. Мэджик, если я у тебя спрошу описать человека типичного комьюнити Таркова, кто это будет? Ну, вот сейчас Тарков начал приобретать больше популярность, начало больше играть молодых игроков, потому что, когда начинал я играть, я, условно говоря, своих ровесников или даже, может быть, года на два постарше вообще в Таркове не видел и не думал, что такие вообще будут. Но сейчас, да, реально очень много молодых, даже которые младше меня сейчас играют, но большая часть, наверное, игроков, это все-таки люди постарше. Ну, не прям какие-то деды там и так далее, просто вот люди постарше. А если мы говорим об известных людей, есть вообще сейчас какие-то именитые игроки, знаешь, там вот как Рамзес в Доте, к примеру, вот кто-то в Таркове? Да, безусловно, есть. В Таркове очень часто проходят какие-то микротурниры, может быть, даже крупные. И, ну, вот, допустим, Витя Харт, который в нашей команде, он очень часто занимает призовые места в соло-турнирах. В дуо и трио-турнирах, наверное, только первые места. Вот. Из популярных людей, которые не играют турниры, то это, скорее всего, стримеры какие-то просто популярные. Давайте смотреть. Ты понял, что это? Я не знаю, что это называется. Давай. Дальнометр? Чтобы, короче, расстояние, чтобы большое расстояние от выстрела, от цели, чтобы пуля летела. Ну, да, это рейндж файндер, ну, дальнометр. Ну, дальномер. Давайте смотреть правильный ответ. Это дальномер Vortex Ranger по 3000. Я думаю, что мы можем отдать это очко Мэджику, поэтому раз мы идем к тебе. Ты, как мы уже говорили сегодня, раньше представлял тег Virtus.pro.raduги. Как часто вспоминаешь те времена с какими чувствами? Топлю за пацанов, радуюсь, смотрю их игры, когда они играют, ну, постоянно с ними общаюсь. Да, собственно, про дальнометр. Про дальномер мы не поговорили с вами. Он используется, чтобы измерять расстояние от себя до цели, образно говоря. Типа бинокля, по сути. Ну, типа бинокля, который тебе подписывает, сколько там до цели. Так сказать, чтобы ты можешь выставлять пристрелку на оружие, там, 100, 200, 300, 400 метров, я не знаю, дальше там стреляют профессионалы уже. Ну, и в основном у тебя суть в том, что ты стреляешь обычно как бы по точке. У тебя есть нормальное оружие, оно, у тебя, ну, пуля летит в перекрестие. То есть, если там прям совсем какие-то далекие расстояния, ну, таких в Таркове обычно не встречается. Поэтому такая вещь, ну, спорная бы, так сказал, особо, мне кажется, ей никто не пользуется. А можно еще, я вспомнил, ты же, когда ее в руки берешь, она как камеру снимает, и если какой-то РП отыгрывать в Таркове, иногда такое настроение, что ты можешь какой-то РП отыгрывать, и ты можешь, один ходит там с пушкой, а ты второй вот так вот ходишь за ним и снимаешь все в камеру. Это прикольная тема. Ну, значит, есть какое-то приспособление этой штуки. Ну, хорошо. Давайте отправляться дальше, друзья, пока. 3.0 и... Ну, это какая-то разгрузочка с виду. Ну, пусть будет АВС-ка, я реально не знаю, что это. Ну, это РП-С-ка. РП-С-ка. Ну, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Да, ременокручивая система. Вартек ТВ-109 плюс... Ну, слушай, я думаю, можно, можно засчитать, что это РП-С-ка, там вот эти Вартек, это никто особо не знает. Ну что, раз, 4.0. Итак, в старом влоге с буткемпа состава Virtus.pro по Радуге ты говорил, что боишься высоты. Как справляешься с перелетами? Возможно, когда-нибудь вопросы про Радугу закончатся? Возможно, закончатся. Может быть, и нет. Я что-то втирал нереальное там. Ну, не знаю. Ну, в плане высоты перелета, я не боюсь. Ну, высоты так, знаешь, ты стоишь на краю, там, помните, особнячка, смотришь вниз, стрёмно. Не боишься перелета? Типа вообще нормально вполне? Да, да, конечно. А видел видос недавно, в зону турбулентности самолет попал? Ну, что-то видал, да. Там вообще трясло. А вот после таких видосов не стрёмно? Да вообще все равно. Ну, если уж суждено. Не, ну, интересно, интересно. Но, Мэджик, а ты боишься самолет? Не, я вообще вас это не боюсь. Вообще не боишься? Там, ассасин, по сути, да? Нет, я в спарашютах прыгнул, кстати. Да? Да. Вот меня, кстати, стрёмно спарашют прыгать. Ладно, 4-0. Ребята, РПСочка, что это такое? Мэджик, давай, как правильно ответил, расскажи нам. Ну, это разгрузка, как и многие разгрузки. Но она не суперпопулярная, потому что она занимает в интере 9 слотов, а дает, получается, 10. То есть раньше. Да, плюс 1 раньше, когда разгрузок было мало, она была прикольная. Но сейчас там вышла куча разных больших разгрузок, которые дают много места, поэтому она сейчас юзелиз. Ребята, 4-0. Мэджик пока просто в сухую. Но вот мне сейчас кажется, что вот сейчас вот точно должен быть отыгрыш. Ребята, готовьтесь. Ну, это уж знают все. Но тут Мэджик, мне кажется, был быстрее. Давай. Ну, это разгрузка... М-Р-С-С, как-то так оно называется. Или Р-М-Р-С-А. МР-С-С или МР-С-А. Да. Приняли, РАСК. Что-то МК-Рик, как-то так оно, по-моему, называется. Ага, МК-Рик. Ну, что-то такое, по-моему, да. Хорошо. Давайте смотреть правильный ответ. Это разгрузочная нагрузная система Микро-Вик. Это... Браво, браво, РАСК. Мое почтение. Это первое очко. И это вот я чувствовал. Ребята, чувствовал, что сейчас будет у нас камбэк. Так, Мэджик, у тебя прозвище в комьюнити Малой. Обижает ли тебя такое обращение? Как еще тебя называли в комьюнити или в детстве? Не, меня не обижает это прозвище. Просто, ну, оно пошло с того, что когда там я только начинал стримить, там какие-то первые турниры выигрывать, там начали стримеры замечать, то, что, ну, популярные какие-то, что я там что-то выигрываю, вот, и начали называть как бы Малой. Потому что у меня еще и Мэджик, наверное, на М начинается. Не знаю, может быть. Вот, поэтому как бы так и начали называть. Какие еще были прозвища? У меня Мэджик с двумя Источкой сверху. И некоторые путали, и им казалось, что первое И – это Элла, и называли Маглик. Вот это меня реально раздражает. Раздражает. Малой – нормально? Ну, какой Маглик? Ну, Маглик что-то, да, не звучит. А в детстве в школе вы там сидите с пацанами и такой, эй, Малой. Ну, такого же не было, да? Ну, не, не. Ну, Кирчик. Кирчик. Ну, это нормально. Киря. Такое. Мне Кирюха нравится. Кирюха самая такая. По-братски. Это имя, да, получается? Ну, кстати. Получается. Ну, каких-то вот прям обидных не было, да? Не, не, обидных не было. Обидных не было. Ну, и хорошо. Друзья, у нас 4-1. У нас, давайте поговорим… А мы поговорили об этом уже, о микрориге? О этом не говорили. Расскажи, собственно. Ну, разгрузка, она дает, там, по-моему, 6 слотов или сколько. Да, но она стоит копейки. Ну, да. Ну, типа, просто одна из сотен. Миллионов. Да, разгрузок. Хорошо. 4-1, друзья. 4-1, возможно, вернется интрига, потому что сейчас я тоже чувствую, что у Раска есть все шансы. Ребята, опа. Давай. Прицел, обзор, как-то так, или что это? Ну. Не, я понял, что это. Ну, наверное, пусть будет прицел, обзор. Прицел, обзор. Это твой ответ. Да. Прицел, обзор. Мэджик? А мой ответ это, не знаю, как точно называется, но это штука, которую ты на голову надеваешь, а сверху ПНВ вешаешь. Такие чисто лямки под прибор ночного видения. Ага. Но нужно вот мне от тебя какой-то ответ узнать, чтобы я смог сравнить с правильным ответом и сказать. Потому что здесь как раз именно… Вы можете понимать смысл, да, того, что здесь происходит на картинке, но вот именно название… Ну, это точно не прицел. Ну, это мы… Ну, хорошо. Допустим. Ну… Может, это прицел, обзор. Ну, как она называется? Головная система какая-нибудь для ПНВ. Так, головная система… Для прибора ночного видения. Для прибора ночного видения. Ну, давайте посмотрим правильный ответ. Это головная система крепления Вилкокс Скуллок. Вот так вот. Я, насколько правильно понимаю, вот эти Вилкокс Скуллок никто же не знает, да? Нет, нет. Никто не знает. И поэтому, друзья, мы с большой уверенностью можем отдать это очко Мэджику 5-1. Друзья, камбэк пока что откладывается, возможно, в чуть-чуть подолгий ящик. Но у тебя есть еще четыре варианта сделать ничью. Ты кофеман. Что для тебя было бы труднее? Месяц без кофе или месяц без Таркова? Обещал вопрос без Рейнбулсекс. Ну, месяц без компьютера. Мне не во что играть, кроме Таркова. Я думаю, было посложнее. Я ни во что не играю. Ну, вообще, есть зависимость, да, от кофе такая хорошая, жесткая? Вот, знаешь, типа, когда у тебя дома стоит кофеаппарат, ты просто просыпаешься, ну, чай как-то пить, я не знаю, не то. А кофе просто, ну, как там, молоко, может, добавил, там, может, сиропчик еще бахнул, и у тебя как-то так все скрасился день. Так, это у нас головная система для ПНВ, да? Значит, что она делает? Расскажи немножечко. Ну, вот, на эту штуку сверху ты перекрепляешь прибор ночного видения. И видишь в темноте. Да, вот так вот, на кнопочку, на глаза ее вешает, и все. И очень удобно видеть в темноте. Ну, что ж, друзья, 5-1 у нас следующий. Вы готовы? Ребята, вы готовы? Смотрите, какая мышка большая становится. Поехали! Что это такое? Ну, пусть будет пуля БТ. Пуля БТ. А по цифрам скажешь нам? 5-45. Хорошо, а еще поточнее? Поточнее, в плане. 5-45 на 39, по-моему. Хорошо, приняли. Мэджик. Это пуля БТ. Пуля БТ. В любом случае, как бы, один вариант ответа. Хорошо, ребята, и давайте переходим к правильному ответу. И это пуля БТ. 45 на 39, как раз, как и сказал раз. Мэджик, ты готов? Конечно. Я говорю слово, а ты первое, что приходит в голову. Договорились? Ксюша. Хлокиси. Сгущёнка. Тарковская. Тушёнка. Тарковская. Лаба. Читер. Залутыш. Вкусный. Челобот. Лох. Лох. Вот так вот. Вот так вот и поговорили. Ребята, расскажите мне про пулю. Насколько она в мете сейчас? Насколько часто вылетает из автомата? Ну, на самом деле нормальные патроны. 5-45. Ну, кто играет с калашами вообще 5-45. Соболезненным. Соболезненным, да. Это значит сначала соболезную, а потом уже смотрим. Ну, она нормальная, короче. Это очень распространенная. Да, распространенная в том плане, что она… Она же ещё для М-ки, да? Нет, М-ка 5-56 колеблась. 5-56. Да. Точно, точно, ребята. Да, ну, сейчас в мете типа она хорошая пробиваемость. Четвёртый берёт, да, класс? Да, но она не продаётся на барахолке. Единственное, вот она постоянно спаллятся. Ну, хотя бы у торговцев. Ну, да, в лабе на рейдерах лутаешь калашики там. БП-шки, если есть вкусно, если вот это, обычно выкидывается. А как вот можно вот по вот такому вот маленькому отрезочку понять, что это именно 5-45-59? А у пуль наконечники разные у всех. Есть бронебойные, там есть другие. То есть вот у тебя наконечник тут зелёный, по-моему, или синий, я фигово видно. Зелёный, видимо. Зелёный, да, зелёный. Ну и вот, соответственно, зелёные – это БТ-шки. Ага. То есть в целом… Скажи, почему ты как-то типа когда рейдеров убиваешь там, ты же… Ну да, ты когда рейдеров убиваешь, ты обычно проверяешь всегда магазины, там, ну и пули какие у ботов или у людей, так же ты просто кликаешь два раза на магазин, у тебя как бы открывается, ты сверху просто смотришь, что там лежит. Да, то есть можно не вынимать патроны смотреть, а можно просто магазин перевернуть этим горлышком и там наконечник увидишь зелёный, значит БТ-шки. То есть в общем надо это знать, да, потому что это важно для игрока. 5-2 у нас счёт на данный момент и переходим к девятому раунду. Ребята, поехали. Что это такое? Мэджик первый был, давай. Это оружие М4А1, но конкретно на этой картинке это газблок от стоковый газблок М4. Разг. Это целик, ну целик, который типа когда у тебя на пушке стоит, ну с которого ты стреляешь, то есть у тебя мушка и вот во что целится, вцелится в целик, как бы, я не знаю как называть его по-другому. Целик это прицел, да? Ну типа того, да, механический прицел. Давайте смотреть, давайте смотреть, это мушка газблок для М4А1. Я правильно понимаю, что Мэджик у нас выиграл в этом раунде? Да. Я правильно понимаю, друзья, это 6-2 и тут уже, тут уже действительно тяжело Раску бороться, потому что Мэджик сегодня непоколебим. Раск. Аудитория Таркова международная. У игры огромное количество фанатов за пределами СНГ. Прямо сейчас обратись к будущим фанатам на английском языке и призови болеть за Виртус Про. Everyone hello, it's me, man. Раск, I'm playing Escape Room Tarkov. I want to say you some words about our team. You need to watch our games to... Как сказать, болеть? Cheer. To cheer us. And that's all. Thank you for cheering in next tournament. Слушайте, ну это превосходно, превосходно. Можно даже поаплодировать, мне кажется, Раску. Хороший уровень английского языка. Мэджик, я к тебе не приду с каверзным вопросом. Возможно, в следующем раунде у нас 6-2 и вот буквально остается не так много вопросов, поэтому Раск, мы напряжены, мы сосредоточены. И давайте, парни, что это такое? И Мэджик опять нажимает на эту кнопку быстрее. Давай, говори. Так, ну, возможно, я сейчас, конечно, ошибусь, но это стимулятор 100% Абдалбос 2. Угу. Си-Джей 1. Си-Джей 1. Ну, что ж, давайте смотреть, у нас варианты достаточно точные. А Си-Джей 1 что? Тоже стимулятор? Симулятор, да. Си-Джей 1? Абдалбос 2. Абдалбос 2. И это коктейль Абдалбос 2. И Мэджик, мы поздравляем, Мэджик. И это победа. Ты выигрываешь ничего, но это очень хорошо, потому что проигравший у нас РАСК будет выполнять сейчас очень-очень интересное задание. Друзья, совсем скоро, с 15 по 17 число, наши парни будут защищать цвета Virtus.pro на турнире в Ганновере. Это будет очень классный турнир, очень крупный. Разыгрываться будет 100 тысяч евро. Мне кажется, это обязательно требует нашего внимания. И давайте мы об этом прямо сейчас и поговорим. Расскажи, РАСК, как вообще майнсет перед этим турниром? Майнсет только первое место. Тут я даже не знаю, что другого сказать. Либо выигрываешь, либо не знаю, что. Ну, просто выиграть. Майнсет такой, он ли победа? Круто быть вот именно первопроходцем. То есть, по сути, вы понимаете, что это первый турнир, большой, еще и достаточно крупный турнир, и на вас будут смотреть, как вы будете играть, будут учиться то, что вы будете делать. Ну, мне кажется, это самое топовое, когда ты влетаешь в дисциплину, когда ты можешь с нуля, так сказать, свой скилл наращивать, то есть, щупать игру, то есть, сразу учиться всему. Потому что потом уже со временем, то есть, ты уже, как бы, как-то сказать, тебе нужно больше времени, чтобы адаптироваться, потому что уже многие научились, уже у всех есть страты, именно еще команду собирать. А когда ты с нуля влетаешь в новую дисциплину, мне кажется, намного лучше. Нет такого, что проще в готовую игру, да, залетать? Ну, да. Но я также в Rainbow Six залетал, в принципе, то, что просто игра была, считай, с нуля, и как бы там сам учился всему, и, образно говоря, куда-то вырос, куда-то позвали. Ну, и также в Tarko, в принципе. Чем, так сказать, быстрее вольешься, тем сильнее станешь. Наверное, еще года два-три назад, когда только какие-то слухи были о том, то, что готовится проект там, где на основе Tarko, где будет только PvP-составляющая, я тогда очень сильно загорелся, и до сих пор очень сильно этим горю, потому что в Tarko вот эти турниры, они пытаются быть PvP, но, к сожалению, из-за того, что сам Tarko, это вообще не про соревновательные какие-то моменты, из-за этого очень сложно сделать именно прям PvP-пвп-составляющую, потому что люди просто будут сидеть. Нужны какие-то, там, условно, поинты за какие-то PvE-моменты, чтобы были какие-то точки на картах, чтобы люди туда прибегали, и там уже стреляли друг с другом. Вот. А как вообще вы сейчас тренируетесь, если нет еще вот полноценного доступа к игре? То есть у вас совсем скоро турнир, вы будете сражаться с другими пятью командами за 100 тысяч евро, а по факту вам особо не в чего сейчас играть, и нет какой-то почвы для тренировок? Ну, условно говоря, там будет такой же мувмент, такая же стрельба, и это все можно делать в обычном Tarko, на каких-то маленьких локациях. То есть вот условно есть лаборатория-локация, на которой как бы играют довольно сильные игроки, то есть уровень игроков на других картах намного ниже. И вот мы там в целом тренируемся. Для меня главное сейчас тренировать два момента — это скилл, мувмент свой и коммуникацию в команде. Как мы взаимодействуем и общаемся. И в целом у нас это очень хорошо получается. Раск, расскажи нам про формат турнира. У вас уже есть понимание, как это будет в каком формате? Там Best of 1, Best of 3 вообще какие-то? Да, будет одна группа из шести команд. Best of 1. Первые два места выходят на Best of 3 матч между друг другом. Из них как бы выходит одна команда сразу в финал, а вторая играет... Ну, те, кто сыграли третье-четвертое место, они тоже играют между собой. Они одни улетают, так сказать, а другие играют с тем, кто второе место занял. Второе, то есть третьим, играет, и потом финал уже сам. Давайте про призовой поговорим. То есть это 100 тысяч евро. Насколько это достойный призовой фон для первого самого турнира новой, по сути, киберспортивной дисциплины? Да, для именно Таркова, Тарков Арена, это на самом деле огромный призовой, потому что в Таркове большие призовые, по-моему, только Twitch Rival сделал, там 50 тысяч, по-моему, евро было вообще за всю историю. То есть больше я не припоминаю. И первый турнир, так еще и на 100 тысяч евро, это очень сильно, прям безумно сильно. Есть мандраж перед этим? Небольшой, что большие деньги. Вообще, сколько призовой за всю карьеру? Можем мы с вами немножко про деньги поговорить? Ну, я точно не скажу, потому что я не помню, но 1050-60, наверное, долларов, что-то такое. Кармашки имеется. Ну, типа того, да. Но из-за того, что был сезон ковида в мое время, так сказать, вот поэтому такие суммы. Так бы было больше. У нас формат перед зрителями. То есть вы будете сидеть, играть, у вас там будет зрительный зал, все будут хлопать. Нравится вообще перед зрителями выступать? Как вообще? Ну, перед зрителями ты, наоборот, ощущаешь какую-то... Поддержку. Поддержку. И вообще, как будто, не знаю, обстрагируешься от всего, наоборот, у тебя какой-то фулл фокус появляется, потому что это прям турнир уже. Ты перед зрителями крупный. У тебя сразу твоя шкала вот этого скилла, она сразу на максимуме. Ты прям выкладываешься на всю. Ну, вот как я выкладывал. Мандраж, стресс какие-то, может быть. Вначале есть как-то вот. Ты что-то думаешь, вот сейчас сцена там, что-то. Но вот когда ты выходишь и садишься играть, это как будто просто по щелчку улетает. И ты прям вот, не знаю, ну, я не чувствую никакого мандража. Просто прям вот фулл фокус. Опыты были у тебя уже, да? Были большой сцены. Расскажи, вот как? Как оно произошло в самом начале? Вот первая твоя большая сцена. Насколько сильно волновался? Ну, волнение, я говорю, вот были в начале, в самом, только когда вот мы, это было роли, это в Америке, по-моему, 20-й год. Мы вышли вот, ну, в роли, соответственно. Играли 16 команд. Сначала группа стейдж. Ну, группа стейдж это просто, то есть ты как сидишь в кабинках, вот это ничего особенного, то есть не перед зрителем. Но потом уже, когда вот эта гигантская аудитория, и ты, ну, вначале, естественно, волнуешься, но вот как только ты начинаешь играть, как будто по щелчку все снимается, и ты прям, не знаю, ну, фулл фокус. Такого вот, когда ты просто сидишь дома за компьютером, мне кажется, невозможно такое поймать. Ты прям вот, ну, как будто прям в игре сам. Ну, хочется немножко зрителям показать, вот это вот эмоции разжечь, да? Конечно, эмоции, ну, как будто ты вот то, к чему-то стремился, ты достиг, вот ты попал на сцену, потому что, мне кажется, это для большинства игроков самое вот основное, что выйти, ну, сыграть турнир LAN, потому что многие ограничиваются только онлайн-геймингом, так сказать. Это мечта любого, мне кажется, киберспортсмена. Magic, для тебя это немножко в новизну, да, сейчас? Для меня это вообще первый будет LAN-турнир, первый турнир на какой-то крупной сцене, потому что все вот эти турниры, которые я говорил по Таркову, они все были дома. И для меня это будет что-то супер новое. Не очень интересно. Есть мандраж перед этим всем, волнение? Пока вообще нету, но, мне кажется, когда я уже буду там, то мандраж будет присутствовать. Тренер же с вами летит, я правильно понимаю. Это очень важно, как раз, мне кажется, справляться с таким давлением, как вы говорили, если у вас тренер будет вас поддерживать психологически, какие-то там шуточки. Это действительно, мне кажется, очень важно. И, Magic, есть у тебя какие-то, может, лайфхаки, как вот абстрагироваться? Или наоборот? Для каждого же по-разному, да, происходит вот эта вот сцена. Кому-то, наоборот, надо абстрагироваться, не думать, что кто-то там сидит перед ними. Наоборот, кому-то это даст немножко огня и энергии, топлива, чтобы зажечь. Мне кажется, то, что кто-то смотрит на меня, сидит, это мне, безусловно, даст какой-то буст. Но когда я именно сяду уже играть, я абстрагируюсь от всего этого и буду только с командой. Думаю, справлюсь с этим волнением. Мы сейчас принесем тебе банку тушенки, которую ты перед всеми нами скушаешь очень вкусно и замечательно. Сейчас нам ее как раз принесут. Вот так вот, друзья. О, хорошо как. Там прям хорошая порция. Приятного аппетита. Тарковой можно проголодаться, можно даже умереть из-за этого. Вот. То есть, по сути, РАСК сейчас у нас выживает. Я выживаю. Да, помогите. Если ты голодный, твой персонаж голодный, ты как бы ее съешь, утолишь голод. Вот. Еще она, кстати, используется для квестов. То есть, можно там, ее надо найти в рейде, передать торговцу. Вот, и так далее. Давай, может, просто вытащите водокоду и все ее полноценно. Или перевернуть стаканчик и выпить. Тоже, тоже как вариант. Так, а сгущеночка у нас есть? Сгущенка, кстати, она стоит денег. То есть, ее можно находить, продавать терапевту. Вот это вкуснятина. То есть, получается, что сгущенка, что тушенка, это покушать. Да, но сгущенка, она из-за того, что она сладкая, она очень много отнимает воды. То есть, условно говоря, ты хочешь кушать и есть, и если ты съешь сгущенку, то ты очень захочешь пить. Поэтому надо находить что-то балансное. А что самое лучшее, что можно съесть? Сухпайки. Сухпайки? Да, они не прибавляют, ой, не убавляют воду и прибавляют 100% из 100 к еде. Это самое лучшее. И там, типа, есть обезвоживание, там, потом голод, и вся, типа, в ноль, там, вода упала, еда, ты, там, начинаешь кряхтеть, пыхтеть, там, стамины не устанавливаются. ХП отнимается. Слушайте, круто. То есть, это прям реалистично. Это прям то, чего на самом деле нет в других играх. И получается, если ты кряхтишь, то ты слышишь, все слышат, да, где ты находишься? Ну что, друзья, по-моему, у нас получился сегодня просто невероятно классный выпуск. Мы поздравляем Мэджика, конечно же, с невероятной победой, а Раска тоже поздравляем, что он опробовал такую вкусную нашу тушеночку сегодня. Парни, спасибо большое, что пришли. Вам удачи на турнире. Мы будем за вас еще раз держать кулачки. Мы с вами, друзья, а вам, я надеюсь, все понравилось. Что у нас было сегодня? Было весело? Было не весело? Кому-то не весело было сегодня. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть у нас здесь замечательное. Может быть, вы бы хотели, чтобы еще кто-нибудь сгущеночку съел. Мы прощаемся с вами, друзья. До скорых встреч. Пока-пока.